Весельчака и балагура На сцене русского театра Я думаю, что это удалось нам сделать По крайней мере, с нашей стороны мы сделали все возможное Работа над спектаклем началась полтора месяца назад С нуля шились костюмы, создавались декорации Специально для работы над постановкой в Якутск приехали заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш и заслуженный художник России Александр Дубровин Ну а главные роли исполнят уже знакомые якутскому зрителю и любимые актеры В каждой роль же ищешь что-то свое, то есть присваиваешь А вот даже уже начинается с прочтения пьесы Когда читаешь, смотришь О, вот это вот, как у меня в жизни было А вот это вот, я вот так бы тоже поступил А вот это я бы вот так вот сделал Ищешь вот такие маленькие какие-то зацепки И потом уже персонаж как-то смешивается с тобой Ты смешиваешься с персонажем И как-то так вот получается такой образ То есть, ну, где-то я, где-то этот Фигаро И мы уже как-то, мне кажется, смешались, не знаю Для меня это было некоторой неожиданностью Потому что когда объявляли о том, что будет спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» Вот, я там некоторые неные виды для себя имела Но когда было распределение, я была, ну, конечно, приятно Приятно, обрадована, удивлена Она, наверное, отчасти со мной где-то пересекается Эта героиня, этот персонаж Сузанна Она такая же открытая, ловкая, жизнерадостная, активная, живая Да, это то, что все есть во мне Ну, это судить, конечно же, зрителю нашему Но то, что я себя чувствую в этой роли свободной и открытой Это да, это мне, конечно, очень приятно Это то, что движет мной вперед И я получаю невероятное удовольствие в этой роли А этой грандиозной премьерой театр завершит 132-й театральный сезон Ну, а на предстоящий сезон у театра еще много планов И совершенно неожиданные постановки в репертуаре Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск